Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. И говорим всем доброе утро. Всех с пятницей. Анна Смирнова, Олег Пекко. Доброе утро, да. Да, доброе утро. И начинается программа «Личное утро». Сегодня в нашей студии директор Национального ботанического сада в Салуспилсе Андрис Свиланс. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, да. Ну, начнем с вас. Вы по образованию биолог и физиолог растений. Прочитала я об этом. Вот любовь и интерес к природе растений. Чем она была обусловлена для вас? Почему не космонавтам хотели стать? Что этому поспособствовало? Как появилось вообще? Ну, вы знаете, я 11 лет учился в Вороклянской средней школе. Среднее образование. Я абсолютный продукт Вороклянской средней школы. Так что, ну, и там мой дом находился и находится до сих пор еще 7 километров от Вороклян. Ну, так что, если, например, автобус не шел в тот день, тогда, хочешь, не хочешь, 7 километров природы. Иногда утром, иногда и после обеда, и вечером. То есть, это была такая вынужденная любовь. Нет, нет, нет. Но я очень рад, что я уже в 8 классе уже знал те охраняемые виды растений, которые там по дороге, по обочинам дорог, по лесам, во близости росли. Так что, этот интерес был, ну, правда, было одно время. Это было с 8 по 10 класс, когда моя очень-очень большая любовь была неорганическая химия. Неужели? То есть, у вас были сомнения в каком направлении? Нет, сомнений. Ну, да, ну, там были, конечно, сомнения идти на химию или на биологию, но это была неорганическая химия. Так было интересно. Ну, там мы, если заточивый газ немножко в школе пустили, и что-то там взрывалось, и так далее, и так далее, и так далее. Но, в конце концов, иногда я смеюсь над собой сам, что в 11 классе всё-таки победил зов джунглей Лубанского, Лубанской низины, в моём Маугле, да. Ну, и я пошёл учиться биологии в латвийском тогда ещё государственном университете. Да, ну, вот любимое растение есть у вас? Любимчики вот среди ваших подопечных. Ой, да, этот вопрос мне задавали, и первый раз я был просто так в шоке, потому что, например, если смотреть ботанический сад, национальный ботанический сад в Салоспилосе, тогда там у нас более 14 тысяч разновидностей растений. Выбрать самую красивую, наверное, будет и самую любимую, и так очень будет трудно. Так же, как сейчас в Управлении охраны природы, там, выбрать какой из охраняемых видов самый-самый-самый-самый, так сказать, редкий или самый любимый, или так далее, очень трудно. Ну, наверное, в ботаническом саду самые любимые те, которые ты сам привёз откуда-то. Ну, вот какие это растения? И откуда вы их привезли? Чего они особенно? Например, вот сейчас у нас, у меня дома в прошлом году первый раз плодносила лещина древовидная. То есть, некоторые котусь кустарниковой, да, но древовидная. И эти семена, орехи я собирал в 1993 или 1994 году в Мюнхене, в английском саду. Там эти чёрные американские белки бегали, так сказать, ругались, что я им корм отнимаю. Ну, вот, понимаете, из 1993 или 1994 года она первый раз плодоносила в прошлом году. Первый раз плодоносила. Так что, ну, если ты вот 20 с чем-то лет ждал... Такой ребёнок, да? Именно, вот именно. Это ощущение такое родительское чувство. Наверное, эти растения, с которыми ты в каком-то смысле рос, вырос физически и умственно, наверное, они будут самые любимые. А в чём причина? Почему они такие капризные оказываются, эти детки? Почему она не могла плодоносить вот сразу, в первый же год? Она на что-то обиделась или это такая у них традиция? У этого вида это такая традиция. Ну, где-то в 20 лет первые плоды только появляются. Если я сейчас тоже, ну, вот, собрал орехи, мы посеяли в ботаническом саду, и, ну, тогда уже спрашиваю, так сказать, ой, а можно будет саженец, так сказать? А когда будет орехи? Через 20 лет. Ну, нет, слишком надо долго ждать. То есть, биологи должны быть очень терпеливыми? Да. Вы терпеливыми человеками. Это очень трудно, например, если насчёт какой-то научной деятельности. Ну, например, вот один год, одно лето не такое, что-то не зацвело, и всё. Тебе надо ждать целый год, пока ты что-то это можешь наблюдать, или опять не наблюдать, и будешь ждать ещё один год. Так что научная работа в биологии – это очень-очень-очень долгий путь в других отраслях. Ну, что, ну, сделал… Ну, когда ты сразу видишь результат своего труда, то, наверное, легче как-то стимулироваться к дальнейшему свершению. Ты можешь повторить свои эксперименты какие-то, можешь повторить 365 дней в году или 366, да? Если высоконосный год. Ну, да. Тут, получается, вот если не удалось в этот год, то придётся ждать ещё. А насколько вот все эти предсказания, пугающие Греты Тунберг о том, что климат меняется, они пугают биологов? Насколько нужно быть готовыми к каким-то переменам? И как можно сохранить вот это разнообразие живой природы, если меняется климат? Это очень большой вопрос и очень большая задача для нас. Так же, как насчёт природы, так же насчёт сельского хозяйства, так же насчёт лесоводства. Потому что, ну, климат меняется, и это уже мы видим. Вот как раз сегодня ехал к вам и думал, что в 2007 году я сидел не совсем в этой, мне кажется, в другой студии, да? И мы говорили, что вот-вот-вот, 15 января в ботаническом саду в Салоспилосе затёл богульник Даурский или Родзендрон Даурский и Родзендрон Ледебура. Ну, и в этом году мы опять можем говорить о том, что у нас в ботаническом саду в Салоспилосе сейчас только несколько цветков. Но я знаю, что в нескольких частных садах питомники Родзендронов Бабиты этот богульник тетёт в этом году, в середине января. Вот многие климатологи называют всё-таки глобальное потепление, о чём мы сейчас активно много говорят, называют его рукотворным. Человек уничтожает природу, на ваш взгляд? Вы знаете, тут две, так сказать, стороны фронта, два взгляда, и у каждого есть своя правда. Мы знаем, что климат менялся в течение, ну, в принципе, он меняется постоянно. Мы знаем то, что ещё, ну, 12, 14, 18 тысяч лет назад тут был ледниковый период. Потом была тут тундра, и всё время менялся климат, менялась растительность, менялась деятельность человека и так далее, и так далее. Был средневековый, немножко позже, так сказать, был, так называемый, маленький ледниковый период. Были эти атлантические периоды, так что было теплее, было холоднее. Но, конечно, с середины 19 века, когда, ну, этот взрыв развития промышленности, когда мы добываем, добываем уголь, нефть, уже просто в бешеных количествах сжигаем этот уголь и эту нефть, конечно, деятельность человека намного выросла, и сказать, что человек совсем-совсем-совсем невиновный, ну, уже нельзя. То есть, опасность в отсутствии баланса, наверное, да? Да. Ну, и самое-самое, что может быть страшное, так сказать, то, что сейчас уже эти перемены климата, то есть, которым помог и человек, да, что они вошли в такую стадию, что мы можем прыгать на одной ноге или на обеих и делать что угодно, что этот процесс уже вошел, он сам себя поддерживает, сам себя, так сказать, вдохновляет, и что он уже, ну, назад его не повернуть. Поэтому, конечно, надо думать, как уменьшить выбросы углекислого газа, других этих газ, которые способствуют изменениям климата, и, конечно, надо думать все больше и больше, как мы будем жить, если все-таки это продолжится. Как на растениях это отражается? Вы замечаете какую-то тенденцию? Потому что у нас был не так давно климатолог, и он сказал как раз о том, что теплый декабрь в Латвии – это как раз свидетельство глобального потепления, да? То есть, визуальное такое подтверждение. Мы это видим и на растениях. Некоторые растения, в том числе в ботаническом саду Саласпилуса, когда я пришел работать, это было начало 90-х годов, когда мы зимами обматывали эти растения пленкой, бумагой на каждую зиму, чтобы лип не погибло. Сейчас некоторые магнолии, которые вовсе считали, что не можно выращивать, ну ладно, отмерзает, но цветет, регулярно цветет. То есть, она приспозабливается, получается? Она приспозабливается, и климат тоже становится иначе, да? Насчет инвазивных растений, например, клён горный, он происходит из Южной Европы. Но если еще лет 10 назад я говорил, что он размножается, приходит в природу, рассеивается, так сказать, что это актуально, так, для западной Латвии, ну там, там, зенгалы тоже чуть-чуть. Ну, несколько лет назад я приехал в Гулбен, там, где эти старинные парки. Ого! Такие, ну, лет 10, может быть, 14. Такая поросль уже и в Идзиме. Так что опять один признак, что что-то меняется. То есть, климат становится более благоприятным для растений, Влад? Можем так сказать? Более благоприятный для тех растений, которые любят эти тёплые зимы. Конечно, для некоторых растений он становится хуже. То есть, ну, всё время… Есть негативные последствия. Если мы говорим, так сказать, если там 14-15 тысяч лет назад, так сказать, тут была тундра, ну, конечно, эти растения, которые привыкли к более холодным зимам и так далее, и так далее, они будут отступать на север. И что-то будет с юга приходить. Или некоторые растения, которые, может быть, сотни лет росли уже в наших старинных парках, в наших садах, и были, ну, такие совсем-совсем невиновные, да? Они будут переходить, сеяться в природе. Ну, а это называется инвазивные растения. То есть, пальмы у нас появятся? Ой, на что-то пальмы ещё не будем радоваться. Это, кстати, мы очень часто говорим, что, ой, так-так, бананы будут, пальмы будут, апельсины будут и так далее. Увы, подождём, когда у нас будут эти пальмы, апельсины и всё остальное, у нас будет столько болезней всяких, и растительных болезней, и для животных, и малярия, всякие эти лихорадки и так далее, и так далее, что вся радость, мне кажется, отпадёт. Ну, что-то не будет вкусным этим апельсином. Если говорить о биологической практике, что сейчас происходит в латвийской биологической практике? Как сейчас эта область развивается? Ну, сейчас я с 1 декабря, я директор управления охраны природы, но я всё время ещё работаю, и до сих пор ещё работаю в ботаническом саду. Ну, то, что насчёт, ну, так, биологии в целом, так сейчас уже третий сезон кончился инвентаризацией особо охраняемых биотопов. Третий сезон, ну, в принципе, этот проект закончится в 2023 году, ну, и тогда мы уже сможем сказать, какая, ну, такая общая картина насчёт биологического разнообразия, насчёт тех видов, которые, может быть, надо включить в списки охраняемых видов. А не меняются эти списки? Может быть, которые будут, которых можно вычеркнуть из красной книги. Так что сейчас, ну, это очень большой проект, над которым мы работаем. Какие-то исследования сейчас ведутся в ботаническом саду? В ботаническом саду сейчас, ну, в принципе, у нас образовательная работа идёт до сих пор. В прошлый год ботанический сад закончил новым рекордом, если позапрошлом году было 73 тысячи посетителей, в прошлом году уже 86, почти 87 тысяч, там, где сотни, мне кажется, не хватает. А зачем вот люди приходят в сад? Что, чем вот вы объясняете, почему такой рост? Ну, всякие разные причины. Многие приходят просто полюбоваться красивыми цветками. Садоводы приходят посмотреть, что такое я бы мог в своём саду выращивать. Ботаники, студенты приходят, чтобы учиться ботанику, систематику растений, физиологии растений. Так что очень-очень много причин, поскольку национальный ботанический сад в Салоспилосе, он многофункциональный сад. И, конечно, одна из главных наших задач, где мы работаем сейчас, это как раз те виды растений, которые, охраняемых растений, редких растений, которые встречаются в Латвии только в нескольких местах. И мы вот смотрим, вот что с ними делать, как размножать, может быть, как-нибудь их обратно в природу, так сказать, интегрировать. А скажите, вот как говорят, что зоопарки, вот животное, которое выросло в зоопарке, его уже тяжело в дикую природу выпустить, оно не представляет. Которое в тепличных условиях. Воевает по-всякому, поскольку многие растения размножают ин витро, то есть в стерильных пробирках, там в желе и так далее, и так далее. Да, это довольно сложный вопрос иногда. Как его вот из этой пробирки медленно обратно в природу? Или он даже иногда, если он даже растет, он не размножается. Ну, потому что все-таки в этой пробирке там столько химии всякой, что ну что-то, что-то, что-то какое-то, равновесие разрушено. Так что это не так легко. Так сказал, взял, посадил, размножил, высадил. Вот в сентябре было, а у нас звонок. Да, просто очень долго люди дозваниваются, просят. Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Вот быстренько вопрос. Смотрите, кто про что, а в шивы про баню. Вот всегда у нас в бане есть спорка, когда кто-то придет с наживельником, потому что он в красной книге. Насколько я нашел, что это какой-то сорт отдельный, можжевельника, который в красной книге. Есть ли у нас в Латвии, и насколько есть его там много разновидностей, потому что некоторые привозят откуда-то сундры и говорят там, это чуть ли там, откуда-то из севера можжевельник, но там чистая хвоя и не такое, как у нас. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Ну, насчет можжевельников довольно много видов, еще больше сортов. То, что касается хвойных растений Латвии, у нас сосна обыкновенная, ель обыкновенная, можжевельник обыкновенный, который не охраняемый в растении. Ну, есть, конечно, заказники, где его нельзя ломать, собирать. Но так, если в вашем лесу растет можжевельник, если вы возьмете для бани там несколько веток, это ничего страшного не будет. Ну, и четвертое наше растение, которое иногда путают и с елю, и с можжевельником, это тис обыкновенный или тис ягодный, который встречается в западной курзе. Ну, и тис, во-первых, он ядовитый, так что для бани не подойдет. Ну, и во-втором, это редкое и охраняемое растение, которое нельзя ломать. А ядовитые растения, насколько это распространенная история для Латвии вообще? Ядовитые растения? Ну, каждое растение, даже те, которые используются в медицине, в каких-то количествах ядовитые. Ну, насчет ядовитости я иногда говорю вот этот, если вы одним разом выпьете 5 литров воды, это может быть… Перевести к печальным последствиям. Печальным последствиям, потому что там слишком много этого жидкости. Так что 5 литров воды одним разом, так сказать, вода ядовитая для вас. Так что все, насчет очень многих растений, это вопрос вашей индивидуальной чувствительности, ну и, конечно, дозы, которые вы принимаете. Потому что многие ядовитые растения в очень-очень маленьких дозах, они очень хорошие лекарственные средства. Насколько, вот есть ли какие-то периоды, когда особенно посещается заповедник этот, предположим, цветение определенных каких-то растений, которые вызывают интерес в обществе, вот какие-то есть такие всплески посещаемости? Насчет заповедника или ботанического сада? Ботанического сада. Ботанического сада, извините, да. Нет, ну, конечно, заповедники тоже, ну, конечно, есть особые правила, можно посещать, и у нас есть информационные центры управления охраной природы, где можно получать информацию, и что там, как там, что там разрешается, что там нельзя. Ну, насчет ботанического сада, сейчас, когда уже построена новая оранжерея, ну, тогда у нас лето 365 дней в году, и можно, конечно, прийти и что-то посмотреть. Конечно, самый большой интерес – это конец мая, начало июня, потом, ну, там, сентябрь, начало октября, но, в принципе, можно приходить каждые две недели, и вы увидите что-то новое. Потому что что-то затвело, что-то перетвело, плоды и так далее, и так далее. У нас еще один просто звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у меня вот в саду растут яблони старые, но они вот недорогие, но болеют. Есть ли в Латвии какая-то служба, куда можно обратиться за консультацией специалиста по болезням растений, который даст профессиональную консультацию, как его вылечить? Спасибо. Скорая помощь для яблони. Скорая помощь для яблони. Ну, конечно, старые яблони, есть старые чувствительные сорта, которые довольно очень много болеют. И тогда, я думаю, что надо обратиться к фирмам, заведениям, которые занимаются вовсе насаждениями. Ну, и у них, скорее всего, будет и специалист, который работает по болезням. Потому что, ну, если что-то есть, подозрение, что что-то совсем неладное, ну, тогда, может быть, позвонить то есть служба охраны растений, ну, и чтобы они посмотрели. Но так, если это обыкновенные болезни, тогда надо просто к фирмам обратиться, которые занимаются уходом за насаждениями. Ну, и еще один сразу звонок. Здравствуйте, очень коротко, если можно, у нас перерыв. Добрый день, Валерий, да. Скажите, пожалуйста, я вот в максимуме помидоры купил, разрезал, они где-то у меня две недели дома постояли, разрезал, а там белые черви. Может ли это быть? В помидорах белые черви. Ну, я не специалист по помидорам и не специалист по червям. Мне будет очень трудновато. Вы знаете, что иногда у меня случилось, что помидоры, которые очень долго пролежали где-то в полке, просто я их забыл там, в кольке, и когда я их перерезал, тогда это были не черви, это семена уже начинают произрастать. То есть, эти белые корни выглядят как белые черви. Может быть, тогда просто это. Но тогда надо видеть, чтобы сказать, что это. Андрей Сфиланс, директор национального ботанического сада у нас сегодня в студии. И также директор управления охраны природы. Мы сделаем сейчас... Да, небольшой перерыв, и потом продолжим. Оставайтесь с нами. Ну да, вот пока шла у нас небольшая пауза, мы как раз таки выяснили вот все детали и тонкости, что на самом деле Андрей Сфиланс, как директор управления охраны природы, уже теперь, ну, не может, ну, нету возможности просто еще и возглавлять также ботанический сад, но тем не менее, вот оставшаяся, вот какой-то, как куратор экспозиции, вы оставили за собой эту... Так что все время еще работают, не уже не директором, но все равно работают в ботаническом саду, и так что... Не отпускают все-таки это, да? Ну, я сам себя не отпускаю тоже. Это действительно... Просто 27, ну, уже 28 лет в ботаническом саду, ну, уйти я просто не могу. Вот мы говорили об эксклюзивах в ботаническом саду, в сентябре была новость о том, что в национальном ботаническом саду впервые в истории зацвела гигантская юка. Вот какие еще новинки, открытия произошли? Много, но сейчас... Последнее то, что было, что в пробирке зацвела эта толстянка алпийская, если я не ошибаюсь, то есть насекомоядное растение, которое в свое время росло на скале Стабуракс, ну, которое затопили воды Плявинского гидроэлектростанции. Ну вот, и мы семена получили из Эстонии, то есть, ну, из самых ближних местонахождений, из самых родственных, и высеивали их в пробирках. И она там в пробирке даже затвела. Маленькое растение, скромное растение, но это огромная радость, поскольку это растение, в принципе, у нас в Латвии исчезло совсем. Так что есть надежда, что мы сможем показать нашим посетителям в ботаническом саду растения, которые, скорее всего, они ни разу в жизни не видели. Какие еще находятся под угрозой исчезновения в Латвии растения сегодня? Ну, есть растения, довольно, это в красной книге, так называемая, нулевая категория. Я очень рад, что вот этот проект управления охраной природы, что в течение этого проекта мы нашли несколько растений, которые мы считали вымерщими из Латвии, и мы все-таки их нашли, то есть наши эксперты нашли. Большое спасибо коллегам из управления охраной природы, спасибо большое всем экспертам, что, оказывается, все-таки мы не потеряли все, что мы думали. Ну, и к тому же, ну, это уже опять национальные ботанические сады, я опять перекидываю с одной инстанции на другую. Насчет ботанического сада, ну, уже три года мы исследуем, мы нашли уже два-три местонахождения, но там еще должны бы пройти генетические анализы, что мы нашли одну кувшинку, то есть третий вид, маленькая кувшинка, нимфея тетрагона, которая все-таки, оказывается, у нас вроде есть. А чем вообще вот занимается управлением охраны природы, учитывая, ну, вот, вашу эту новую должность, вот вы сейчас пытаетесь произвести инвентаризацию всего биологического разнообразия в Латвии? Ну, так, ну, конечно, эти проекты очень важная часть нашей деятельности. То, что такая поседневная работа, это уход, хозяйственный уход за теми территориями, которые Министерство охраны природы оригинального развития передало Управлению охраны природы, то есть это заповедники, это заказники, которые территории, ну, которые принадлежат государству, то есть в лице министерства, они переданы нам, и, конечно, с ними надо делать. Это только не охрана природы, это, конечно, леса, где надо работать все, чем занимаются лесоводы. Так что это не только чистая охрана природы. Как часто вам приходится путешествовать и наблюдать за тенденциями растений вне Латвии? Что, какие вы отмечаете? Ну, времени всегда нету, но всегда можно найти. Ну, поэтому я все-таки стараюсь хоть пару раз в году съездить, ну, хотя бы на на субботу, воскресенье, но вот сейчас в декабре был в Берлине, где я в свое время учился, ну, посмотреть, как там именно происходит, так сказать, работа с этими памятниками культуры, то есть садово-парковое искусство. Насчет этого, ну, был, я был в сентябре, там целая неделя, больше недели даже, я был в Китае, в Шанхае, где прекраснейший, ну, как можно сказать, музей природы, такой интерактивный, с большими экспозициями, просто красота, и у них, конечно, прекраснейшие ботанические сады, ну, конечно, эти сады, где, ну, в Японии называют бонзаев, по-китайски немножко другое название, ну, конечно, это совсем другой мир, совсем другое направление садово-паркового искусства и так далее, так что стараюсь, стараюсь. Но ведь, вот как раз вы заговорили об этом, когда человек остается один на один с природой, вот, возможно, это вот в наше такое урбанистическое время, когда городские жители там живут в мегаполисах, такие все замученные, дом, работа, вот создавать какие-то такие оазисы в городе, как, ну, я не знаю, в наших какие-то, у нас, в принципе, в Риге довольно много парков, вот, где можно отдохнуть, где можно немножечко релаксироваться. Ну, радуйтесь, Рижане может проехать полчаса и уже находиться где-то в болоте или в лесу и так далее, и так далее. Ну, не говоря насчет парков, ну, например, в Шанхае мы, так сказать, спали, ночевали в пригороде, ну, это так, 60 километров от центра, да, так что, то, что у нас есть, это огромнейшее богатство, и это надо сохранить. Если очень мало времени, тогда приезжайте в Кемерский, Кемер-Тирелос, эти болотистые места, там, где специально сделано управлением охраны природы, кстати, эти тропы, где можно идти, где можно найти информацию, и, конечно, мы будем работать и думать о том, как этой информации давать побольше в этих стендах и так далее, и так далее, и так далее. Так что, приезжайте в Национальный Батонический Сад Санаспилоса, 20-30 минут поездом, и вокзал прямо напротив входа. Это ближе, скорее, чем через Ригу проехать, да. Также в Гауи с Национальный парк Гауи, там, где наша геологическая вся история, как на ладони, то есть, где вон эти песчаники, эти пещеры, и так далее, и так далее. Так что, у нас, иногда мы просто говорим, что у нас ничего нет, у нас есть очень много что. У нас Реослушательница сейчас на линии, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня, так же, как и у вас, вот был выбор, идти на биологический, или, поскольку я очень интересовалась биологией, учащаясь в школе, вот, или идти в технический вуз. Я все-таки выбрала технический, но вот эта любовь к биологии у меня не пропала, и я на протяжении вот всей своей жизни наблюдаю, ну, насколько это возможно в городе, за растениями, за птицами. И вот я обратила внимание на то, что у нас раньше в Даугаве, вот в Лелупе, на мелководье росло большое количество аира, а сейчас я смотрю, что он как бы пропал. Вот. И скажите, что с этим растением? Теперь я вот в этом году обнаружила, что у нас на канале, на Рижском канале появились белые водяные ливи, или белые кувшинки. Вот. Скажите, можно было бы, например, вот Аир вырастить, выращивать на канале? Вот. Мне кажется, придало бы тоже какую-то особую прелесть. Или, например, в прудах на... в парке, в Петровском парке. Кстати, вот в Петровском парке я обнаружила 1 января цветущее дерево, сережки тоже сфотографировала на мобильный телефон. Вот такой вопрос. Что у нас с Аиром? Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что насчет Аира это должно быть мелководье. Рижский канал, там по краям эти бревна, которые вставлены, и там уже довольно, уже глубоко, так что там должно быть мелководье. Тогда, скорее всего, что-то можно, может быть, это... в Пардаугове, Задвине, там, где эти пруды, Марс, Дейкиса, пруд Мары, там, где есть мелководье, мне кажется, это надо, потому что там, где глубокая вода, сразу там просто Аир не будет расти. Ну, и второе, то, что в многих местах, где я наблюдал, что довольно много вырастает тростник, и тростник вытесняет почти все, что можно вытеснять. Так что, это будет вопрос. А насчет цветения, да, ну, вот я говорю, богульник цветет, да, уже. У меня вопрос вот по поводу Австралии, вот следите ли вы за, ну, вообще событиями в мире, вот насколько вот эта катастрофа в Австралии, вот вы оцениваете ее как угрозу, ну, биологическому разнообразию этой страны? Тут два вопроса. Конечно, размеры этих пожаров просто неадекватные, но с другой стороны, лесные пожары в Австралии это природное явление. Другая проблема, что австралийские пожары нам показали то, что вот изменение климата, ну, мы иногда думаем, ну, если изменение климата, то, ну, в следующем году будет, там, ну, на полградуса теплее, после следующего, так сказать, еще на половину, здесь мы можем видеть, как эти одна засуха, какие может, так сказать, последствия нести с собой. И второе насчет, ну, тут, конечно, Австралия очень развитая страна, и мы, по телевидению, показывали, где, по всем, около шоссе, там заборы, ну, чтобы дикие животные не мешали. Ну, в этом случае эти дикие животные у этих заборов и были убиты огнем, погибали. Ну, вот, так что это, но это показывает, это тревожит, эти австралийские пожары еще тревожат с другой стороны, и даже не биологические. Мы знаем, то же самое происходит более-менее уже в Центральной Африке, то есть, мы знаем, в каких количествах сейчас уже идет миграция, население из Африки в Европу, то есть, все эти среднеземно-морские проблемы и так далее. Если будет что-то такое, случится, большие засухи в Африке, тогда эти потоки экологических мигрантов может быть большими, очень большими. А растения как-то общаются между собой, я имею в виду в экстремальной ситуации, они предупреждают как-то друг друга о том, что вот что-то идет. Мы знаем то, что там, где, например, лесные наслаждения, леса, там они срастаются корнями. И даже в лесах можно найти, где, например, ну спилили одну елку, а этот пень до сих пор ты пощупываешь, а там живая кора. Так что этого пня питают боковые растения, которые растут по бокам. Помогают ему уйти. И то есть этот пень своими корнями питает еще этих растений. Так что, конечно, есть целая система. Ну, конечно, иногда мы превышаем то, что там уже целый компьютер под землей. Но да, электромагнитном уровне, ну я не знаю, это надо тогда научные исследования должны быть, но на физиологическом уровне, конечно, происходит поток информации также с концов ветки дерева, так сказать, до корней. Если появились какие-то там насекомые или что-то такое, так сказать, сразу растение вырабатывает специфические химические вещества, по которым, так сказать, уже начинает вырабатываться каких-то противовеществ и так далее, и так далее. И если растения связаны с корнями, тогда да, вполне возможно, что какая-то информация переходит, ну не в нашем смысле, что мы сейчас что-то один о другом говорили, но в уровне химических сигналов. Вот мы о языке сейчас заговорили, немного уйду в сторону, потом мы вернемся. Я знаю, что вы знаете четыре языка, среди них есть латгальский в том числе. Это одно язык. Вот как вы считаете, угроза латгальскому языку существует? Я думаю, что угроза существует, пока его не будет, так сказать, он будет не будет его в программе школы, это, конечно, будет вопрос, будет он или не будет. Этого не хватает, что там фольклорные какие-то коллективы что-то пропели, мы похлопали ладошками и все рады, как живет латгальский язык. Нет, 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 товарищи, латгальский язык в Латгалии должен быть в школе. Вы часто общаетесь на латгальском? Ну, со своими родными я общаюсь только на латгальском и с коллегами, которые из Латгалии тоже мы общаемся на латгальском. У меня вопрос вот интересный, вы столько называете всевозможных названий растений, вот у меня сразу ассоциация с, например, сыщиком, который знает в лицо там всех преступников, то есть вот есть такие там, вот помните место встречи изменить нельзя, когда Жеглов говорит, показывай любую фотографию, я тебе сразу скажу, вот кто это из преступников, вот сколько вот вы знаете в лицо растений вообще, вот вам показывают растения, это вот этот? Ну, довольно много, ну, конечно, насчет оранжерейных растений, насчет комнатных растений, ну, там мои знания невелики, но что-то, конечно, я знаю, но когда мы с друзьями несколько лет назад поехали в Тенерифе, мы едем там все время, так сказать, Андрей, что это Андрей, это что это Андрей, 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 и тогда было одно дерево, так сказать. В конце концов, я даже, мне кажется, нашел, как его называется и так далее, и так далее. Я смотрю, так сказать, вот это первый раз в жизни вижен, так сказать. И тогда такой большой счастливый крик. Еееее! Андрей, что-то не знает. Андрей, что-то не знает. Ну, нет, я не знаю очень многое. Ну, как известно, у растений нет сознания. Несмотря на то, что некоторые ученые как раз пытаются доказать обратное, ну, были исследования вроде как, ну, не подтверждающие, ну, исследования проводились в этом смысле, что ученые сомневаются по этому поводу. Вот на чем основана тогда реакция растений на окружающую среду? Как я уже сказал, это химические сигналы, но насчет этого сознания, ну, конечно, нет, у растений нет мозгов, ну, как у животных, особенно высокоразвитых, и так далее, и так далее. Но мы забываем насчет электромагнитного поля, потому что у нас, у каждого есть свое электромагнитное поле, у растений там что-то тоже есть, и если мы подходим, и у нас это электромагнитное поле, так сказать, если мы если мы разозленные, и так далее, и так далее, ну, это, конечно, надо исследовать, это не в наших силах исследовать, в принципе, до такой точности, что сказать, вот это так, и не иначе. Влияние. Но то, что влияние электромагнитных полей может быть, это я вполне допускаю. То есть, получается, что растение может чувствовать, что если человек приходит, поливая его каждый день, у растения, ну, может быть, какая-то реакция на этого человека, то есть, на его появление, или в то же время, если человек... Вы понимаете, насчет растений, так сказать, нельзя сказать, что это так или иначе, поскольку это не доказано, да, но у меня тоже есть культура, есть растения, которые я много раз пробовал выращивать на подоконнике, и первый раз ничего, второй, пятый раз тоже ничего. И есть такие, которые хорошо растут. Ну, конечно, и тут еще и температура, и влажность воздуха, и все остальное, но я вполне допускаю, что что-то такое может быть. А растения как-то эволюционируют? Учатся они чему-то со временем? Можно ли так сказать вообще? Я думаю, что, ну, если, например, мы видим, что, ну, там, сто лет назад кое-какие-то растения привезли, сначала они, конечно, они чисто химически, чисто химически все время стараются привыкнуть к новым обстоятельствам. Поэтому, например, растения одного и того же вида, например, тот же цитис ягодный, который у нас растет там на западной курсе, западной, северной, ну, и на западную юзную часть тоже, рутся, вот там, ныться, этот участок, что один и тот же вид. Он растет еще и в Турции, и в Средиземном море, и там, там, далеко, 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 да? Если мы возьмем оттуда цитис ягодный, ну, вроде, один и тот же вид, даже не подвид, ни форма, ни что, один и тот же вид оттуда, и вот, например, из Слитера, тот, который растет в Слитере, он выживет, тот, который мы привезем из Средиземного моря, он погибнет, поскольку в течение вот этих тысяч лет тут она привыкла, этот цитис привык уже к нашим зимам, и так далее, и так далее, у нее начали вырабатывать основные какие-то генические изменения происходили, у него чисто физиологически вырабатываются те вещества, которые способствуют сохранению в наших зимах, так что, можно сказать, что растения учатся, да. Растения спят? Ну, конечно, если, например, зимой, когда большие минусы, ну, опять же, все-таки, вырабатывается, и сахар вырабатывается в очень больших количествах, чтобы вода не замерзла, и чтобы они остались живы, чтобы, чтобы шоунос, чтобы клетки просто льдом не разорвало. Ну, и, конечно, все физиологические процессы происходят намного-намного медленнее, чем летом. Так что, можно сказать, что да, спячка. А как Вы относитесь к украшению домов живыми елками? то есть, вот многие сейчас особенно стараются, ну, есть мнение, что нужно заменять их искусственными, что это варварство, выращивать елку для того, чтобы ее потом срубить, ну, и вот через две недели выбросить. Моем, это мое личное, личное мое мнение, что варварство это покупать какую-то пластмассовую елку, о которой мы не знаем сколько выбросов всяких газов, сколько источных вод, сколько топлива, чтобы ее привезти там где-то из Южно-Восточной Азии к нам и так далее, и сколько лет пройдет, пока она сгниет или когда ее надо будет перерабатывать эту пластмассу, сколько еще энергии потребуется. Я думаю, что это больше вреда приносит природе, чем эти елочки, которые там около дороги растут под электрическими линиями, которые растут по обочинам дорог, ну, и так далее, и в канаве, около канаве, и так далее, где они все равно мешают. Так что лучше срубить эту елочку, потом деревню около вроклёна, или покупаете с горшком и потом посадите, так сказать. А вот эти, которые срубленные елочки, например, потом я прикрываю розы, а потом в компостную яму, и она там превращается, ну, так сказать, проходит свой цикл, да, и так далее. так что нет ничего такого асоциального, или неэстетического, да, что мы берем живые елки. Это природа, эти елки отрастут очень быстро. у нас еще есть последний звонок. Добрый день, попов елочек просто в частный или в зоопарк отводите, и животные отлично не питаются, это и детям продолжение развлечений, и корм для животных. По поводу елок в горшках, те елки, которые продаются в депо, я уже успешно пытаюсь купить в горшке, потом посадить где-то, ни разу за 7 лет ни одна не выжила. А вопрос у меня следующий. Я очень хочу у себя на участке посадить аракарию, такое растение, ну, хвойное. И есть ли смысл ее сажать? Просто они начали продаваться сейчас в депо, маленький саж, в Бельгии, в Голландии отлично растут, а можно ли ее вырастить у нас, купив банально ее в депо и посадив у нас на участке? Спасибо. Я тоже хочу посадить. Но, я знаю, что в западной Латвии в очень-очень, так сказать, в местах где нет ветра, где очень благоприятные условия, даже в течение 5-6-7 лет это чилийская араукария, араукария араукана, она росла. Правда, она сильно отмерзала и так далее, и так далее. Так что будет очень трудно. Пробовать можно, но я не обещаю, что у вас будут такие растения. я помню, когда я первый раз в Бонне, когда я учился, когда я увидел большую араукарию, с тех пор я тоже хочу ее в своем саду, но, увы, все-таки еще не тот климат. Мы начали с того, что вам с детства приходилось много наблюдать за природой, путешествуя, да, чему вы научились у природы, стоит ли к ней прислушиваться и как разглядеть какие-то сигналы? Это не только насчет ботаники, не только насчет биологии, это насчет всех экзактных наук. Они учат логики. По-латышски льет логи скокарти, то есть последствия логичности, то есть цаево нюнсэку лэком сакри, что если ты что-то сделал, это будет последствия. Экзактные учения природы нам учат логику. И это самое главное. Ну что ж, на самом деле у нас время завершилось. Личное утро. Сегодня в личном утре был у нас директор управления охраны природы и куратор экспозиции Саласпилского ботанического сада Андрей Свиланс. Спасибо вам большое. Спасибо вам.